раз-два-три проверочка микрофона и так друзья это вторая часть видео видео было заглючило сейчас попробуем убес что-то подглючил не хотел ставится на паузу сейчас попробую поставить на паузу до пауза работает все хорошо это видео мы зальем как вторую часть ну что ж продолжаем наш анализ сейчас у нас обед немножко рынок подутих да пошли трейдеры обедать нью-йоркская сессия у нас открылась проторговалась час да и ребятушки ушли на обед это видно потому что маленькие свечки минутные да тык 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 и цена потихонечку себе сползает вниз по евро доллару мы взяли еще один take profit да понемножечку баланс возвращается в обратную в обратную сторону да немножко мы разглядели что можно торговать ну я вот не знаю честное слово по евро доллару давайте перейдем на дневку да немножко увеличим это чтобы это было более понятно мы обновили хай да вот хай вчерашнего позавчерашнего позапозавчерашнего дня да то есть эти все хай у нас уже ниже мы уже обновили раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять 11 хай 11 дневный да то есть 11 дней назад у нас был вот этот хай мы его уже перебили сегодня а дальше друзья чем выше тем сильнее может быть импульс потому что дальше то так особо сильных то и уровней нету вот аж только здесь да я там два уровня еще провел таких поднявкам да что это у нас за уровни это уровень 0 9 914 и 10 190 да между уровнями у нас приблизительно по 200 чем-то пунктов до около двух двухсот пятидесяти пунктов вот будем смотреть что будет происходить пока что цена тихонечко откатывается себе в район этого уровня вот особо особо сказать чтобы было сейчас какая-то картина нельзя даже перейдя на минутку да особо какой-то консолидации нету уже пошел у нас какой-то глубокий откат на 100 пунктов вниз после того как цена прошла еще двести сорок пунктов вверх да от нашего входа в рынок вот пошел откатик но это может быть и такое бедный откат с небольшим рейнджем будем смотреть подойдет ли цена к этому уровню и будут ли будут ли попытки ее пробить ну пробитие уже было у нас да но это может быть ложное пробитие после которого у нас может сформироваться такое ложное сложное пробитие до тремя барами после которого у нас может сформироваться и какой-то откат опять же дальше у нас сегодня в дне идут две новости по америке до прогнозы я так понимаю по этим новостям уже есть и тут вот буквально через уже час могут быть какие-то резкие опять движения в которые бы не особо хотелось влазить так как на по новостям мы не торгуем по фундаменту да вот но опять же если будут какие-то модели то можно будет входить до ожидания какие что евро доллар дальше пойдет вверх почему потому что вряд ли по америке выйдут какие-то хорошие новости да что у нас вообще здесь за новости в строительстве какая-то новость building building первен да или или в недвижке или в строительстве и вторая новость ну не знаю как что это за новость но так приблизительно просто чтобы мы имели какое-то представление нам не интересно вообще что это за новость но так плюс минус да вот мы видим сейчас такой небольшой откат от уровня к уровню то есть было ложное пробитие да и пошел пошел откат у нас вниз на уже откат около 150 пунктов если взять от хая то уже и 200 пунктов пересекла наша цена отметку 200 пунктов возврата вот никаких моделей уже не формируется никаких флагов да там или еще чего-нибудь не формируется то есть если здесь у нас формировался флажок который мы потом пробили вверх на то здесь нету никакой формации непонятно что такое происходит цена и не сформировала модельки нашей наложное пробитие до то есть что-то похожее но потом было большое ухо вверх на 70 пунктов совсем не похожая но цена тем не менее после такого сделала большой хвост и пошла вниз то есть здесь какие-то стояли лимитные заявку заявки на продажу вот сейчас они грубо говоря выполняются до тех у кого стопов не зацепила на те которых выше было этой отметки пошли вниз может быть это будет и смена тренда давайте посмотрим насколько глубокий тренд у нас ну тренд таки достаточно большой сформировался давайте на часики посмотрим на часики это будет более более понятно да вот вот где-то от этих параметров цена уже прошла больше 1800 почти 1900 пунктов вверх за два дня да может быть это и конец пампа может быть а может быть и нет все зависит пойдет ли цена у нас в другую сторону кстати вот на часовичке что-то похожее да на нашу модельку ложного пробития да формируется но опять же очень неравновесные уши у нее и стоп лосс тут 100 пунктов надо ставить чтобы входить на продажу 100 на 300 опять вернется цена к этому уровню ну все может быть с такой волатильностью друзья все может у нас быть ну пока что наблюдаем пока что смотрим цена вот пока что как мы видим вернулась у нас к уровню 952 откуда мы и стартовали ну заходить еще раз от этого уровня не знаю может оказаться плохой идеей может быть может оказаться плохой идеей поэтому как говорится снаряд два раза в одну воронку не падает да поэтому пробовать отсюда опять что-то брать ну надо смотреть какую-то формацию или еще что-то опять же скоро у нас новость уже уже вот через полчаса на через 45 минут мы уже с вами почти 8 минут обсуждаем это все дело давайте глянем сюда что тут у нас по франку по франку цена целый день видите входит в таком канале большими свечами вверх вниз по 100 пунктов вверх вниз вверх вниз тут немножко пробились вниз тут была формация ложного пробития нашего да вот и тут цена немножко укатилась вверх ну тоже такое все непонятная большая волатильность цена не и не перепродалась и не перри купилась ни туда ни сюда немножко сходила вверх до на 140 пунктов немножко сходила вниз на 120 пунктов такое по франку ничего особенного нету вот евро доллар более или менее как-то красиво адекватно ступенями пошел вверх можно было заработать и мы как раз на этих двух ступенях между уровнями и заработали йена йена тоже похоже что-то делала да но особо как сказать особо каких-то тестов уровней не было то есть было было большая свеча потом был обратный откат потом потихоньку подошли к уровню вроде перепроданности да если я не ошибаюсь да это уровень у нас перепроданности по атр-у да ну вот потом нырнули опять вниз потом опять на уровень перепроданности потом этот уровень был тест этого уровня опять же видите уровень отработал раз два три четыре пятая свеча пошла вверх потом опять вниз ну здесь можно было заходить да на небольшой на небольшой проход потом опять вниз такие глубокие откаты у иены некрасивые да и потом отсюда опять пошло вверх опять и уже как это как бы хорошо сходила и вылезла у нас над уровнем 106 690 да вот мы видим здесь и так поенки поенки да поенки тут сейчас идет какая-то такая интересная консолидация да был пробой уровня у нас чик немножечко был тестик сейчас цена отошла парочку тестиков и можно будет попробовать войти на покупку но опять же наш риск менеджмент нам запрещает это делать потому что атр у нас дневной пройден поэтому енку можно исключить еночку можно исключить отодвинуть ее куда-нибудь подальше чтобы она нам тут не мозолила глаза давайте на минутке на франк посмотрим что у нас здесь франка мне ну тут полный трэш тут вокруг уровня непонятное что-то творится огроменные свечи пронизывающий уровень идет этот набор позиции идет никак никуда не пройдет немного вниз немного вверх 100 пунктов вверх 100 пунктов вниз да и опять франк вообще не надо сегодня смотреть евро доллар о евро доллар смотрите что происходит с нашим евро долларом после обновления хая да какой пошел откат по евро доллару по евро доллару пошел откат или же это перед новостью у нас идет понижение цены для того чтобы повышение не было сильно большим или же убирают до стоп-лоссы убирают стоп-лоссы для того чтобы пойти хорошо вверх на новости чтобы цена лучше на новости стрельнула вверх австралиец австралиец вот возле этого уровня как вы видите хороший делает ретест раз два три да причем это на 15 минутки это даже не на минутке а на 15 минуточки такое большой большими волнами такими у нас ходит цена вполне возможно да сейчас тоже она запаздывание вот этот надо себе взять на заметку да что основной парой является евро доллар да по ней самый быстро выскакивает остальные пары идут с задержкой небольшой да смотрите как здесь уже цена прошла около 140 150 пунктов а здесь цена только 70 да вот интересно дойдет она до трудого да хотя бы но здесь что-то такое как флажок у нас тоже с консолидацией сужением коридора да ну как как флажок не флажок какой-то коридорчик образуется причем здесь вот с уровнем поддержки таким мощным а ну-ка на 15 минуточки что у нас здесь слов 65 362 65 362 и ну стой же ты 65 364 поставим здесь уровнец ой как раз попали четко 65 362 только поменяем ему цвет чтобы мы знали что это у нас локальный уровень на зелененький да чтобы мы знали что это у нас локальный уровень поддержки вот друзья такое у нас тут происходит видите и сейчас если цена тукнет в этот уровень опять вероятность того что цена пойдет дальше кверху от иара или даже к следующему уровню очень даже велика очень даже велика то есть цена у нас идет снизу было было уже у нас одно видите вот сегодня ложное пробитие уход вниз еще одна проба цена зафиксировалась над уровнем и сейчас по австралийцу очень даже велика вероятность того что здесь может быть какое-то хорошее движение у нас вверх да со стопом порядка 70 пунктов отвечу на телефон продолжим так друзья возвращаемся к нашим рынкам смотрим что происходит у нас по австралийцу да вот мы ожидали что будут пробойчики откатики пробойчики да а тут у нас проходит пробойчик посерьезнее пробойчик и уже уход цены за вот этот уровень поддержки да который здесь отыграл два раза уровнем поддержки цена у скакала у нас ниже это может быть сигналом о походах за стопами да 140 пунктов и если сейчас будет какое-то импульсное движение можно будет войти на покупку от этого уровня да с небольшим стопом там в районе я знаю давайте так от уровня возьмем 60 пунктов 70 60 бы хотелось конечно посмотрим что будет происходить посмотрим новость на новостях бляха торговать нельзя вот что будет происходить но новость вот уже не за горами ну посмотрим на движение цены как она себя будет вести после новости новость сильная у нас 3 звездочная золотая такой еще один фактор хочу вам показать смотрите новость уже вышла да и рынок застыл по морганию кнопок buy sell да вот этих быстрых можно определить да что рынок застыл то есть они плавно чик переключается то есть нету вот этого да все ждут все ожидают куда рухнет рынок все в таком пространственном застытие да застылись и все ожидают кто сделает первое движение опасное ну будем посмотреть кто сделает первое движение опасное итак друзья рынок подвигался начал двигаться как мы видим побежала цена да причем довольно так шустренько побежала так пунктов на 180 сбегала видите даже проколола этот уровень но посмотрите как правильно проведен уровень да то есть цена буквально тут минимальными 5 пунктами сделала прокольчик смотрите разворачивается и шурует в другую сторону и шурует в другую сторону то есть это может быть глубокий поход такой да почти на 200 пунктов на 180 пунктов поход за за стопами и сейчас наша цена дальше поплывет вверх бить хаи бить хаи причем от этого уровня мы уже сегодня зарабатывали с вами если сейчас будет здесь пробитие правда будет здорово дед валера чихнул на улице если сейчас цена пробьет этот уровень вполне возможно что она поползет себе дальше до серединки от иара цена вернулась на 425 пунктов вполне возможно все пообедали все покушали у нас 4 часа дня да у нас средина у нас среди на нью-йоркской сессии вторник будний день еще достаточно много времени до конца сессии нью-йоркской может быть все что угодно друзья учитывая эту волатильность да давайте за сегодня посмотрим за сегодня цена прошла 700 пунктов вверх и уже 420 пунктов вниз учитывая такую волатильность да может быть все что хочешь может быть все что хочешь но если честно вот если смотреть вот на 15 минутный график да сейчас очень похоже просто на хорошую глубокую коррекцию да то есть у нас цена шла вверх была одна коррекция потом пошла вверх была маленькая коррекция потом еще пошла вверх сейчас идет большая коррекция да и с возможным движением прямо аж до 09914 09900 то есть еще еще пунктов 500 400 допустим да если мы будем на этом уровне уходить 350 может быть и такое а там уже фиксация под конец рабочего дня до фиксация небольшой какой-то откат в конец дня уровню 09680 по крайней мере видя картинку у меня вот в глазах рисуется именно такая картина да потому что вчера вообще был ли там атеры перебиты да вчера вообще-то находила красиво 1300 пунктов вот 1300 пунктов по евро доллар за один день нормальная такая волатильность вот причем но вчера вообще красивый поход был да собрали 230 пунктов собрали все стопы все лимитники снизу что только можно было да на продажу и погнали вверх красиво бабах все что только можно было собрали ну пошло такое движение цены да как мы видим новость была у нас здесь 15 минут и вот на на третьем баре после новости пошло какое-то движение но не какое-то таки достаточно хорошее движение 180 пунктов вниз и сейчас цена будет биться об этот уровень и потихонечку мне кажется сформируется вот что-то вот такое вот давайте а рисовать не чем на рисовать к сожалению не чем можно только вот этими линиями рисовать приблизительно нарисую я что что я думаю что будет происходить где-то вот так и потом уже отсюда во цена запрыгнет сюда может несколько раз здесь будет ретест и потом уже проход к верхнему уровню да ну и на этом будет конец сессии и потом цена потихонечку отойдет себе вот так как-то да и в этом канале уже откроется следующий день токийская сессия начнет потихонечку может быть загонять до этого уровня для чего вот этот буст был сегодня у нас потому что у нас две сильные новости по по америке дам вот этот будет сделали как вы видите уже да в обратную сторону после выхода новостей 200 пунктов вниз резко ну как бы бояться чтобы рынок не 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 продавил дно да вчера александр михалыч об этом очень красиво сказал и я тоже после того когда вечером увидел что произошло у нас с рынком да что это было какое давление сильное это давление мог только сильный игрок сделать в виде нацбанка или чего-то подобного да вот по отношению к своей валюте вот и сейчас вот что то такое происходит у нас тоже сегодня целый день зашли вниз взяли где-то 100 пунктов стоп лоссы собрали лимитные ордера полетели вверх все лимитники на продажу вот здесь закрылись получается вот смотрите как четко заходим вниз собираем всю всю лимитку которая была выставлена от уровня 0.9100 да то есть смотрите занырнули аж до 0.8900 ой 0.9 да то есть 100 пунктов вниз и все лимитники которые тут были выставлены мы их захватываем открываем и тащим вверх и вот здесь были выставлены стопы у людей да вот смотрите как четко видно смотрите вот здесь были выставлены стопы у людей это от уровня порядка 60 пунктов да и тут просто резкая свеча пух все стопы позакрывались и цена пошла пух 100 пунктов 100 100 тут хватанули немного еще получается лимитников да на на этот самый на продажу да потянуло цену потянуло немножко вниз дали хорошую свечку вверх одну вторую стопы повылетали да еще немножечко вниз и вот так вот движется наша цена то есть собираем лимит очки которые были бах повыбивали по стопам людей опять пособирали лимит очки то есть вот сейчас после новости я так думаю вот так вот цена будет двигаться лимитники собрали причем из большого диапазона дальше подходим к уровню ну может быть не так плавно может чуть будет все порезче но где-то в таком диапазоне да подход к уровню будет закрепление над уровнем и уход цены дальше вверх по по выбросу стопов тех людей у которых сейчас соберется соберет соберут лимитники да соберут стопы ну все смотрим друзья что тут сидеть гадать и много философствовать опять же такое видение просто моё рынка как я это вижу давайте посмотрим правильно ли правильно ли вообще у меня голова работает в ту сторону какую надо или нет вообще еще одного не могу понять паре доллар йена доллар растет я не знаю или по иене просто что-то да творится плохое реально плохое потому что просто целый день смотрите доллар растет по соотношению к иене или что-то в японии случилось плохое да да и иена дешевеет или просто по доллару не такие ожидания вышли да вот потому что ну как доллар может как иена может дешеветь да то есть или по или в японии полный какой-то крах случился да и вот смотрите просто на протяжении суток у нас вот как стартанули цена тут в коридорчике походила ее прижали сходили за стопиками и все и пошла и пошла пошла просто просекает уровень за уровнем уровень за уровнем уровень за уровнем возле уровня небольшая задержка просекает возле уровня небольшая задержка все просекает уже давным-давно пройден АТР 235 235 3 АТРа уже прошла цена дневного да что-то там у японцев случилось явно нехорошая раз раз так зажигает доллар против иены ладно оставим это на потом смотрите друзья что у нас происходит по франку вот как в такой волатильности да ну понятно что общая масса цены если провести среднюю да среднюю скользящую да общая масса цены у нас подходит от этого уровня к этому но при такой волатильности да как можно разглядеть нашу хорошую смотрите вообще в по уровню просто копеечка в копеечку с небольшими ушками 5 все проспал просто проспал нашу разворотную модельку вот и на 75 просто жесть с этой волатильностью просто одно мыло какое-то перед глазами вот смотрите хорошая моделька отрабатывающиеся и здесь было но здесь фиг с ним здесь не наш уровень да мы работаем только от хороших мощных уровней до проведенных по хаям дневных свечей супер просто на вход маленький стоп 25 пунктов давайте вот просто сделаем все как должно быть да отсюда 30 ладно фиг с ним 30 пунктов и на 90 все супер отработала и просып проспал я этот момент с этой волатильностью просто мыло одно мыло ничего не да вот когда она так идет красиво да чик чик видно когда формируется моделька да а когда вот такое мыло вот смотрите как можно заметить ну никак тут вообще идеально ну уровень ниже уровня до было копеечка в копейку удар в уровень на под самый уровень тут буквально один пункт два не дошло но все равно на вот сто процентов от когда такое мыло про торговка идет поэтому ну фиг ты увидишь модель ничего страшного будут у нас еще модели будет время научимся хорошо торговать все хорошо видеть научимся и будем зарабатывать итак друзья смотрим здесь у нас получается цена до накапливала накапливала под этим уровнем по новозеландцу и прорвалась у нас вверх и смотрите здесь сейчас у нас тоже происходит как бы модель когда цена прошла определенное количество пунктов вверх после новости до сколько здесь 250 пунктов прошла вверх и сейчас потихонечку движется вниз но опять же ну вниз есть у нас куда идти да потому что на покупку у нас от р пройден даже больше пройдено да вот а вот на продажу вот на продажу давайте попробуем модель все таки наша модель до цена пришла снизу от этого уровня попробуем по целу отработать хотя бы 40 на 120 вот хотя бы 40 на 120 немножко немножко больше немножко больше потому что сейчас померяю давайте на более мелкий таймфрейм перейду померяю правильно или я выставил чуть чуть ниже вот так до 5 пунктов и того стоп лосс у нас 60 немножко великоват по нашим рискам до 60 на 120 а нам надо 180 на нам надо 180 170 180 60 785 60 66 785 попробуем модель нарисовалась причем четко почему нет как говорится на дальше у нас вверху пустота хотя при таких раскладах давайте перейдем на дневку по новозеландцу посмотрим что у нас тут есть выше выше ну не совсем пустота да выше вот есть у нас уровень очень высоко давайте его проведем поставим причем что он подтверждался вот здесь до сегодняшней ночью больше у него подтверждений нету хай следующий хай дня а это разные дни извините да ну кинем этот уровень какой у него тут хай на этой свечке блин закрыл видео хай 61 303 61 311 свойства параметры 61 303 ну все вот так вот кинем а изменить еще цвет потому что это более фундаментальный уровень потому что это хай дня причем исторический причем подтверждался он здесь небольшим пробойчиком да здесь вот смотрите цена как открылась пошла вверх пошла вниз так и закрылась возле этого уровня да и здесь вот какой у нас хай 61 262 тоже там плюс минус 30 пунктов от этого уровня хай дня был то есть уровень есть у нас такой на хай ну посмотрим что у нас произойдет отработает ли наша модель или не отработает опять же была новость опасно очень опасно опять иду против рисков своих на новостях обещал не торговать но опять же при такой волатильности рынка получается не получается торговать по модель надо по по рисково торгуем то что видим просто напросто вот и все что могу сказать торгуем то что видим а там дальше покажет нам рынок покажет можно такое торговать или нет так друзья цена прошла в нашу сторону порядка порядка 60 пунктов предлагаю стоп подтянуть в без убыток да давайте сейчас его подтянем чуть поближе ну где-то 14 пунктов до от входа как раз будет то что надо если цена вот импульс пошел если цена пойдет она и так пойдет и дойдет до нашего тык профита да а если это просто допустим поход за стопами перед движением вверх то зачем нам получается терять нашу ну не ну прибыль не прибыль не как сказать зачем нам уходить в минус да потому что после похода за стопами может открыться большое движение вверх да хотя уже новозеландец у нас в зоне перепроданности прошел уже до максимального еще уровня после зоны перепроданности да выше только еще выше у нас уровень еще 300 пунктов до того до того уровня то есть ну как бы сигнал сильный инструмент в зоне перепроданности вот уровень достаточно не слабый 60 975 а если чуть повыше приподняться да тут тут вообще вот круглый уровень 61 30 до и цена отсюда во наверное стартанула просто у меня уровень по хаям проведен здесь да здесь вот у нас сильный уровень 61 30 и отсюда во цена уже отбит одну скорее всего и вот что я думаю что будет хорошая коррекция да где-то в район под этот уровень аж цена должна уйти смотрим по евро доллару по евро доллару как вы видите практически то что я рисовал сейчас и рисуется ну чуть-чуть не не небольшим не совпадением то есть цена тут чуть ниже ушла просто ниже уровня да я рисовал что она будет плюс-минус идти по уровню вот видим здесь она выходе да и сейчас потихонечку движется вверх то есть небольшими откатиками но каждый хай у нас выше выше тут вот хай даже немножко выше не намного но все равно выше да сейчас пошла еще коррекция вот видите прям точно как я рисовал сейчас пойдет дальше вверх цена несмотря на это новый зеландец у нас пошел туда куда мы и ожидали это очень хорошо я честно не ожидал потому что целый день тенденция сохранялась такая что параллельность доллара до играла очень большую параллельность доллара играла очень большую роль и на остальные валютные пары да но как мы видим цена пошла вниз ну и по евро доллару вот цвет барчик сейчас тоже покатился вниз да тоже вот уже 80 пунктов он прокатился вниз до от своего хая начала цена падать вниз ходила немножко вверх вниз но тем не менее новозеландец давайте откроем на минутке чтобы было более хорошо видно новозеландец вверх так сильно не сходил то есть он здесь в этом районе себе походил там 20 плюс минус доходил там до 40 пунктов вверх но все равно вот новозеландец хороший получается хороший инструмент если по евро пошла резкая да резкая свеча то по новозеландцу можно если где-то мы под уровнем или над уровнем и не знаем что делать по евро по новозеландцу можно входить допустим на покупку если там пошла резкая свеча вверх да по евро доллару то есть новозеландец с каким-то немножко отставанием тоже пойдет вверх точно такое же у нас получается и в обратную сторону если новозеландец начинает падать до соотношении к доллару то и евро у нас тоже начнет падать вот видите вот сейчас тут падает у нас и тут у нас падает цена ну все ждем что произойдет возьмем этой профит или стоп лосс итак друзья тоже такое да я сценарий то нарисовал вот и сценарий потихонечку то отрисовывается да цена как бы пошла сюда пришла сюда прям смотрите в этой точке у нас формируется бар который начинает потихоньку ползти вверх но по новозеландцу тоже начинает ползти вверх вот если там отрисовывается тот сценарий и он отрисуется сейчас тут мы сейчас просто маленький стопик получим да вот я уже вижу что так и произойдет скорее всего но ничего в без убыток вошли это тоже учимся не терять да учимся не терять и учимся брать тейки 1 к 3 но главное не терять да вот мы получили небольшой стопик 1 доллар у нас профит давайте глянем на историю 1 1 и 40 да но один доллар у нас комиссия соответственно 40 центов ну в ноль грубо говоря закрыли в ноль да но за сегодняшний день у нас минус доллар и 6 убытка жалко конечно давайте смотрите что у нас произошло у нас случился все-таки как я и говорил поход за стопами да давайте тоже откроем евро доллар минутку будем смотреть смотрите как четко по по моему проведенном ползет гадина вверх да от этого уровня уже сильно высоко заходить да уже сильно высоко будем ждать накопление какой-то силы под этим уровнем и опять будем пробовать заходить под этим уровнем на пробой дальше вверх да давайте на пяти минутку перейдем вот на пяти минуточку вот от этого уровня мы очень хорошо сегодня сходили вверх до заработали и я вот думаю если не тут выскочим дату немножко выйдем сюда немножко откатимся и выскочим где-то вот в этом районе вверх да вот и по новозеландцу приблизительно то же самое у нас будет по новозеландцу вот у нас прокольчик пошел да смотрите мы здесь набирали позиции набирали 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 набрали какую-то позицию до крупный игрок набрал какую-то позицию там вот новости у нас были уже как бы немножко времени прошло после новостей не такая бурная реакция у нас была на новости вот набрали позицию до сходили сейчас за стопами на 100 пунктов вниз на минуточку. Вот. И теперь потихонечку ползет цена вверх. То есть вероятность пробития этого уровня и закрепления над уровнем очень велика. Мы уже вот подходим еще раз к уровню. Давайте смотреть еще раз. То есть вот у нас набор позиции. Да. Вот у нас сложное пробитие. Уход под уровень. Глубоко под уровень. Сбор всех получается сбор всех лимитников, которые были под уровнем. Да. И сейчас будет если выход над уровнем и какая-то консолидация цены над уровнем или здесь под уровнем потом с выходом над уровнем можно будет заходить на покупку. Нежелательно, конечно. Нежелательно, потому что АТР мы наш прошли на сегодня. Вот. Но опять же, если смотреть сценарий по евро-доллару, который я нарисовал и который, ну, как бы я вижу, как может развиваться, да, событие по евро-доллару, смотря вот на то, что мы уже сегодня видели, да, как могут развиваться события. Пока что событие развивается, как вы видите, копеечка в копеечку, потому что я нарисовал. Пока что копеечка в копеечку, потому что я нарисовал. Если дальше такая тенденция продлится, то и новозеландец не заставит себя ждать и выскочит за уровень. Давайте смотреть. Вот он выскакивает еще раз за уровень, да. Что мы можем здесь сделать? А можем мы здесь войти прямо сейчас со стопом небольшим на бай. Заходим на бай. С небольшим стопом пунктов 20 на 60. Вот так вот. Вот так вот. Ой-ой-ой, цена так прыгнула высоко. Но все равно. 20 на 60. Что у нас? Тут 8 пунктов к нашей свечечке. Ну нормально. Нормально, друзья. Следим вместе. Угадали мы или нет? Смотрите, какой импульс пошел, да. То есть мы собрали все лимитники под этим, да. Все, что было у нас sell limit, да, и бай, и бай. Бай стоп. Сейчас уже мы сорвали. Вот этот импульс пошел где-то от этого уровня. Это стопы были за хаями. Да, вот уровня пунктов 40. Да. Вот. И получается, из-за этого пошел такой резкий импульс вверх. Смотрим, что у нас по евро здесь происходит. Происходит по евро то же самое у нас происходит. Вот. Цена резко дернулась вверх. Тоже был у нас поход за лимитниками под этот уровень. Выход наверх. Повскрывали стоп-лоссы. Да. И тут вот цена дернулась хорошенечко вверх. Вот. Так как по евро-доллару волатильность у нас побольше, то и как бы стопы стояли выше, да. Вот за этими хаями где-то стояли стопы в районе 100 пунктов. Вот. Прорвало стопы, да. И резкий, резкий щелчок на 50 пунктов вверх. Сейчас немножко цена приостановилась. Ну и все. Буду следить. Буду смотреть, что у нас с этого получится. Да. Получится ли вообще что-то. И там уже включусь. Итак, друзья. Закрыл я ордер вручную. Объясняю, почему закрыл ордер вручную. Вот на этой позиции, да. Потому что стоп-лосс у нас был здесь, да. Стоп-лосс у нас был в районе там 25 пунктов, да. 20. Где-то нет. Стоп-лосс у нас был четенько под этой свечкой нашей пробойной, да. Моделечка пробойная. Ну да, в районе 25 пунктов. 20. Но мы выставляли 20 на 60, да. Вот. И получается цена у нас почти дошла до нашего тык профита, не взяв всего лишь 4. Но цена прошла у нас 2 к 1, да. И потом начала возвращаться в этот район. И потом еще немножечко отскок был вверх. И я закрыл ордер вручную под предлогом того, что я должен был этот стоп подтянуть в зону безубыточности. То есть, по-любому мы бы здесь закрылись по безубытку, да. То есть, по-любому мы бы здесь закрылись по безубытку. И вот я закрыл этот ордер по безубытку. Плюс 9 пунктов буквально, да. И вернее 19 пунктов, если в пунктах считать. 1 доллар комиссии и 90 центов заработка. Ну, то есть, по безубытку. Грубо говоря, так, как будто бы я перетянул ордер в безубыток. Вот здесь у нас был вход. Вот. И здесь я закрылся. И то я открыл, закрыть ордер открыл, когда цена где-то была в районе 13 пунктов, ровно там в безубытке. Пока открыл, пока нажал закрыть, подтвердить окей, нажал. И получается, цена еще там на несколько пунктов тиков дернулась вверх. Не получилось у нас взять take profit, но зато получилось у нас закрыться по безубытку. Да. И это тоже, это тоже неплохо. Это тоже неплохо. Не захотела цена долететь до нашего take profit, но дала нам закрыться по безубытку. Не было резкого такого разворота. Почему я это сделал? Объясняю. Потому что, перешевши на график М15, я увидел, что у нас рисуется вторая наша модель ложного пробития. Я испугался просто-напросто, да. И тут вот со стоп-лоссом 70 пунктов надо будет входить на продажу, получается. Вот. Сейчас, если, если дойдет, да, цена. Поэтому я испугался и закрыл. Ну и плюс, чтобы в минус не уходить в этот самый, чтобы не уходить в минус. Может быть цена дальше пойдет и возьмет все-таки take profit. Но лучше зафиксировать небольшую прибыль, да. Тем более по условиям, по нашим условиям. Если цена проходит 1 к 2, мы стоп-лосс подтягиваем в безубыток. То есть цена прошла почти даже 1 к 3, да. Мы обязаны были подтянуть в безубыток. Но я это сделал вручную. Все. Продолжаем дальше следить. Как мы видим, цена идет копейка в копейку. Да. Вот сейчас тут немножечко пробивает те уровни, которые я отрисовал. Ну, я не ванга, да. Я не ванга и как бы предусмотреть всего не могу. Цена может пойти не именно таким резким, а здесь как бы откатиком таким. То есть, грубо говоря, я нарисовал такую скользящую среднюю, приблизительно по какой может двигаться наша цена. У скользящей средней, кстати, тоже есть возможность просчета там на несколько свечей вперед. Кстати, давайте попробуем это сделать. Сейчас я ее прорисую и отожму паузу. Итак, ну нет, скользящая средняя немножко рисует по-другому. Да, она у нас идет под уровнем. Тут вот было пробитие. Цена пошла, пошла. Да, тут опять у нас идет пробитие скользящей. Ну, цена разворачивается, идет вверх. Вот почему сейчас скользящие не работают, да. Ну, приблизительно так же, только чуть со смещением в левую сторону получается. Если мы вот это сейчас сместим еще более вправо, да. То есть, отсюда начнем рисовать. Ну, приблизительно то же самое, да, у нас происходит. Только цена показывает, что вот это пробитие где-то вот здесь уже сейчас должно произойти, да. То есть, рисует нам такое, но потом рисует нам вот где-то возле этого уровня рисует нам возврат обратный, да. То есть, вот как я нарисовал здесь пробойную модель, да. А цена нам рисует, что цена дальше должна упасть опять сюда. Ну, не цена, а мувинг нам рисует. Ну, мы не будем на него смотреть. Рынок вообще дело непредсказуемое. Вон, смотрите, и шла, и шла по нашему отрисованному уровню. Опа, пробился, все. Я же говорю, сейчас такой рынок, самое главное правило, исключать убытки. То есть, прошла цена хотя бы 1 к 2 в нашу сторону, перенесли жестко стоплос. Все, вниз стоплос не накаплю, а вверх стоплос переносим. Нам главное не терять. Все, без убыток перенеслись, ждем. Достигли тейк профита, достигли, ударились в без убыток. Ну, значит без убыток, что ж поделаешь. Ну, не потеряли. Урезание убытков, это тоже с такой себе, можно сказать, профит. Да, кстати, смотрите, что по Новозеландцу происходит. Мы, в принципе, должны были бы здесь открываться. Да. У нас идет большая свеча вверх, больше одного АТАРа. И здесь надо открываться вниз. Тем более, ну, сейчас еще можно, кстати, открыться вниз. Но тогда мы идем против нашего прогноза по евро-доллару. Потому что тогда, получается, сейчас должно быть падение очень сильное по евро-доллару. Если мы сейчас опять пойдем. Опять же, от новостей всего лишь прошло, это что у нас, 5 минутка, час. Час, да, может быть, новость дает о себе знать, и рынок зашевелился об новость, скажем так. Может быть, еще это. То есть, две новости. Трейдеры поторговали, поторговали, посмотрели, подумали, а давайте вниз, да, бух. Или, опять же, какая-то большая часть, все-таки уже 18-15, какая-то большая часть трейдеров могла просто закончить свой рабочий день, выйдя из рынка и тоже спровоцировав резкое падение, там, порядка 140 пунктов. Это тоже может быть. Тем более, что лондонская сессия, как я вижу, где она у нас тут? Вот она, вот здесь вот у нас закончилась лондонская сессия. То есть, у нас уже, у нас уже больше часа только нью-йоркская сессия торгуется, да, то есть, лондонская сессия закончилась, торгуется только нью-йоркская сессия. Ну и, допустим, остатки тех европейцев, которые, да, торговали по европейской сессии, решили уже, что пора уже идти домой, закрывать свои позиции, которые они здесь, допустим, да, в конце дня взяли здесь, здесь. Кто зашел, допустим, да, от этих позиций или какие-то лимитники на покупку стояли, да, решили. Ну, все, хватит там 100, 170 пунктов взял, пора идти домой, все, вышел с рынка, ушел, бух, цена упала, да. Ну, это, конечно, все мои предположения и фантазии, вот, ну, фантазии и фантазиями, а как оно на самом деле там происходит, никто не знает, вот. Сейчас то, что вижу, то и говорю, да, то есть, и шла у нас цена вверх, и шла вверх, потом резко бух вниз, да. Вот, не ожидал я такого глубокого прохода вниз, да, а что у нас тут за уровень вообще? Есть у нас тут какой-то кругляк, да, 450, вот он, кстати, вот он у нас уже отрабатывал 450 уровень, да, и от него пошел локальный уровень, и от него пошел разворотик вниз. Ну, что, будем ждать, смотреть, что нам еще сегодня предоставит евро-доллар и новозеландец. Пока что они более или менее как-то адекватно и понимающие идут. Можно что-то спрогнозировать, что-то понять, да, что-то спрогнозировать, что-то понять. Ну, вот, почему было резкое движение вверх здесь тоже, да, резкое движение вниз, разворотная модель получилась, как бы, да, от этого зеркального уровня полетела цена вверх, но не захотелось сильно лететь, и сейчас уже стремится вниз. Но я что-то не захотел заходить опять вниз, не знаю, что. Ну, не знаю, потому что согласно евро-доллара, мне кажется, что все-таки вот как-то он тут вот так вот будет ходить, то есть сейчас он пошел вниз, потом опять сейчас потихонечку вверх, выберется за уровень, да, и пойдет еще вверх. Не знаю, почему, почему я так думаю, но вот такая картинка у меня в голове сложилась. Будем смотреть, друзья. Итак, друзья, как мы видим, все было сделано правильно, да, закрытие в безубыток тоже было правильным решением, да, то есть импульс мы поймали, он не дошел до нашего take profit'а, закрылись мы нормально, в безубыточек себе, да, и цена укатилась, видите, ниже нашей модельки, уже причем на 50 пунктов ниже. То есть стоп-лосс по-любому мы бы здесь получили, так что лучше безубыток и маленькая прибыль, чем минус хоть 25 пунктов, но минус 2,5 доллара, да, лучше плюс 90 центов, чем минус 2,5 доллара. Ничего, будем смотреть и работать дальше, усовершенствоваться. Итак, друзья, все пошло не по сценарию, поэтому ждать больше я не буду. Я так понимаю, что просто-напросто торговый день заканчивается, трейдеры оставляют позиции, вернее, закрывают позиции, да, все, рынок потихонечку себе покатился вниз, да. Вот, поэтому, поэтому и мы будем заканчивать нашу торговлю сегодняшнюю без 15,7 вечера, 11 часов за компом. Я считаю, этого достаточно. Вот, поторговали, немножко заработали, да, отбили, можно сказать так, что, ну, отбили не очень хорошее слово, да. Возместили убытки вчерашние, да, давайте посмотрим, что мы здесь тут наторговали сегодня. Девятнадцатое число, получили несколько коротеньких стопов, потом начали думать башкой своей, получили один профит хороший, потом без убыток, еще один профит, потом еще один без убыток и еще один без убыток. Вот так уже, вот так уже лучше выглядит картина, да, так она уже лучше выглядит, чем сидеть и ждать стопа, да, подтягивать будем, конечно же, подтягивать. Ну, тут стопы были стопроцентные, то есть там цена даже один к одному не шла в нашу сторону, разворачивалась против нас, хотя входы были неплохие. Но с этой волатильностью ничего не получается, торговать никаких моделей, да. Вот, 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 вот. Ну, такое в принципе. Все, всем спасибо за внимание, подписывайтесь на канал, на Viber, на Telegram, будем торговать, учиться вместе, пишите комментарии, советы какие-то давайте мне. Вот, на сегодня достаточно. Все, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok